Коллеги, я тогда предлагаю вам на рассмотрение кандидатуру Константина Ивановича Гаврикова. Мотивация, вот почему я предлагаю его кандидатуру, она связана с тем, что, во-первых, у этого человека есть административный опыт, да, с точки зрения вот как раз-таки того, о чем он сказал, что абсолютно не любит Георгий, этот человек знает, как все организовать, он не потеряет этот инструментарий. Он в районе давно, и он в районе, и его в районе знают, и самое главное, что сейчас у Константина Ивановича очень серьезная идет работа с жителями, и с целым рядом их проблем, и мне кажется, это будет правильно его поддержать, придав ему в том числе статус председателя общественной палаты, чтобы он мог быстрее эти вопросы решать. Проблемы очень серьезные, и они, ну вот, и в том числе погорельцы, которыми я помогал заниматься. Там, сегодня мне опять позвонили, там какие-то кошмары происходят в Жуковке. То есть, ну, Константин Иванович, он человек плюс, который выдвигал не раз многие общественные инициативы, участвовал в митингах, в поддержку за сохранение леса, и, то есть, проявлял большую активность, имеет и административный опыт работы, и, в общем-то, как мне кажется, он с этой задачей справится, ну уж точно не хуже, чем справлялся я. Поэтому, коллеги, есть ли какие-то предложения? Можно, чтобы Константин Иванович несколько слов рассказал? Да, Константин Иванович, через вами, Кавалитов, Александр Иванович, вы меня не знаете. Да, конечно, спасибо. Простите, коллеги, всего доброго. Несколько слов, знаете? Родился в Барвихе в 74-м году, школу окончил в Барвихе, учился в МГТУ Станкин, закончил в 98-м году, с 2000-го года. Два года было таких сложных и студенческих, и между университетом и работой. Пять лет я поработал, начиная с инженера в санатории Барвиха, закончил начальником, как она служба-то называлась, помню, там слово кондиционирование было, но одной из технических служб. С 2005-го года в этой администрации работал, в этой, в районной администрации, в этой, в которой мы находимся, я бы договорил бы сейчас, ты очень оперативно перебивать научился. Пять лет здесь начальником отдела эксплуатации зданий и сооружений, такое модное название, раньше оно называлось просто комендантом. В 2009-м году уволился, 9-го сентября, поработал два месяца в Государственной Думе, помощником депутата. После этого ушел в ОАО «НПОС Сатурн» – научно-производственное объединение, занимаясь разработкой и производством авиационных двигателей. Сейчас исполнительный директор филиала. Сюда я был замначальника, замдиректора по общим вопросам, сейчас исполнительный директор филиала. Головная контора «Сатурн» находится в городе Рыдинск. Здесь филиал – научно-технический центр имени архива Михайловича Лельки. Это первый отечественный изобретатель газотурбинного двигателя. Если можно, Константин Иванович, именно по поводу общественной активности, чтобы все коллеги понимали. Общественная активность? Она и началась моя... А, ну я зато с 2005 по 2009 я был депутатом в сельском поселении Барвичинска, того совета депутатов. Она и началась, моя депутатская деятельность – это активность. На тот момент только в поселке Барвича были скандальные истории с откровенным захватом в центр поселка, попытки каких-то незаконных строек, падали там разные всякие заборы, начиная от металлического, кончая бетонным. Сейчас, на данный момент, про то, что озвучил Александр Викторович, опять наш поселок давит со всех сторон. Люди отнимают и огороды, и гаражи, и последний парк, который является в том числе и лесом. На самом деле в Жуковке кошмары происходят, и не только в Жуковке, связанные со скандальными постановлениями губернатора области Бориса Илыча Громова перед уходом его в отставку, касательно тех гектаров. Ну, очень много проблем. Пока что, да, только в селении Борисович. Владимир Владимирович, а как Вы думаете, что самое главное в работе председателя общественной палаты на Урисове? Председатель – работоспособность. Естественно, открытость. Константин Иванович, он согласен быть председателем? Я бы тогда не рассказывал, что согласен. Значит, тогда есть предложение поддержать. Да, тогда есть предложение поддержать. Итак, кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. За, против, поддержавшийся, единогласный. Спасибо, коллеги.